This conference will now be recorded. Всем добрый день. Сегодня у нас очередной день карьеры в Центре компьютерного обучения специалистов ПримГТУ имени Баумана. Чем мы сегодня будем заниматься? Вот программа у вас на слайде сейчас, на экране вы видите. Я несколько слов расскажу о себе и расскажу о нашем Центре. Затем передам слово нашим гостям, представителям банка ВТБ, и в конце мы ответим на вопросы, которые у вас возникнут. Вопросы можете писать в чате. Анна нам обещала эти вопросы зафиксировать, если они куда-то убегут, и потом она поможет нам озвучить эти вопросы. Мы ответим обязательно. Либо уже по окончании, когда закончится наш вебинар, оставим еще минут 5-10 для того, чтобы ответить на ваши вопросы, и тогда вы сможете включить звук микрофона и задавать эти вопросы голосом. Итак, информация о нашем Центре. Кстати, напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате, кто уже обучался в нашем Центре. Поставьте, пожалуйста, плюс. Добрый вечер, Сергей, мы безумно рады, что вы с нами. Спасибо. Плюсы, плюсы, плюсы. И напишите минус, если вы никогда не учились в нашем Центре. Минус, пожалуйста, поставьте, если вы никогда не учились в нашем Центре и впервые, в общем-то, подключились к нам. Да, есть и такие. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Спасибо, я поняла. Значит, у нас есть примерно 50 на 50. Кто-то обучался, кто-то нет. Ну что ж, информация о нашем Центре на слайде. Вы видите, что у нас более 1 миллиона 200 выпускников, более 250 преподавателей. И нашему Центру 28 лет. В этом году исполняется 29 лет. Это информация обо мне. Зовут меня Ольга Юрьевна, фамилия Светлышева. Я веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы для кадровиков и для управленцев. Консультирую, публикуюсь, выступаю. Если будут вопросы, расскажу о себе более подробно. Курсы, которые в нашем Центре есть и которые мы очень рекомендуем тем людям, которые ищут работу, поскольку сейчас очень непростая ситуация. И кризис, и пандемия, в общем, все вместе. И очень большой уровень конкуренции на рынке мы предлагаем два направления курсов. Одно направление – это hard skills, профессиональные навыки, умения, знания и все прочее. И soft skills – это то, что помогает любому человеку быть эффективным в жизни вообще. Коллеги, у кого-то включен микрофон, большая просьба. Проверьте, пожалуйста, выключите. Вот я не вижу кого. Вот вижу Елена. Елена, с вашего позволения я пока отключу, потому что мешает фон. Все, спасибо большое. Вы можете в любой момент включить. Так. Анна, помогите, пожалуйста, Алексея. Он пишет, что у него на экране не сайты, а таблицы присутствующих. Помогите, пожалуйста, если вам не сложно, чтобы я не отвлекалась. Хорошо? Спасибо. Так вот. Что значит soft skills? Это те навыки, гибкие навыки, которые нужны абсолютно каждому человеку. В случае, если нужно вести переговоры, это и эмоциональный интеллект, и стресс-менеджмент, и ай-менеджмент, и так далее. Вот какие направления и на нашем сайте. И сейчас я просто, чтобы понятие, понимание, куда идти, что делать и так далее. Это курсы и для начинающих, и для опытных пользователей ПК по разным направлениям. Это курсы программирования. Курсы компьютерной графики, 3D-анима и так далее. Эту презентацию я выложу в вашем личном кабинете, поэтому вся информация у вас будет. Если какие-то вопросы возникнут по курсам, вы сейчас можете их записать и задать. Это настройка и ремонт ПК, и хелп-деск, менеджмент, реклама и продажи, безусловно. Курсы управления проектами очень сейчас современное направление. Практически в каждой организации есть проекты. Сегодня, я думаю, что наши гости об этом тоже расскажут. Это бухгалтерские курсы по разным направлениям, управленческие курсы и кадровое делопроизводство. И вот, наконец, soft skills, о которых я говорила, это курсы развития личности по деловым коммуникациям, публичным выступлениям, личная эффективность. Вот Дмитрий пишет, что у него прерывается звук. Коллеги, если у вас все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Плюс, 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 все, спасибо. Значит, это, скорее всего, проблемы со стороны наших слушателей. Вот если будет что-то плохо, вы можете выйти и еще раз зайти. Очень часто это помогает. Да, это связь такая, скорее всего. Но если совсем некомфортно, вы можете выйти и зайти. Еще раз я хочу напомнить, что запись будет, а запись будет чистая, потому что я делаю на своем компьютере. Ну и понятно, что на моем компьютере все хорошо слышно. Да, спасибо. Далее. Сейчас во многих направлениях у вас очень востребован английский язык. Мы тоже предлагаем вам и курсы по направлению английского языка, причем у нас курсы с использованием различных интересных программ, очень современные. Так что приходите. Всегда рады вас видеть. Два документа. Это удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке. Если кому-то интересно, в чем отличие, что лучше и так далее, тоже обращайтесь к нашим менеджерам, ко мне, и мы обязательно вам все это расскажем. Кроме обучения, у нас есть еще одно направление. И миссия нашего центра звучит так. Учить людей так, чтобы их жизнь улучшилась. Да, спасибо, Дмитрий. Давайте я в конце обязательно отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Я надеюсь, что Анна сейчас зафиксирует эти вопросы. И в конце я обязательно расскажу. Так вот, мы учим людей, безусловно, и стараемся им помочь, в том числе и в трудоустройстве. Значит, качество обучения соответствующее, чтобы вы могли прийти и сразу применить свои знания, умения, навыки. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть, например, служба трудоустройства. И Анна, на которую я сейчас обращаюсь, это вот наша Анна. Анна Полякова, руководитель службы трудоустройства. Подробнее об этой службе и об Анне вы можете узнать на нашем сайте специалист.ру в разделе трудоустройства. Там есть вся информация. И опять же, если будут вопросы сегодня к Анне, я думаю, что она тоже ответит. Но это уже чуть позже, после выступления наших гостей. Также мы для вас подготовили успешный поиск работы и трудоустройства во время кризиса и карантина. Ведем этот курс уже с 2009 года. Но в этом году мы его вместе с Анной обновили достаточно серьезно. Приглашаем вас. Это бесплатный курс. Кто еще не был, приходите. Мы там поговорим о том, в том числе и где искать работу, что происходит на рынке труда, как правильно составить резюме, как правильно составить письмо сопроводительное, как пройти удаленные собеседования и так далее. Много всего интересного. Этот курс, еще раз повторяю, бесплатный. Всю информацию можете узнать у нашей Анны. Я думаю, что она вам все расскажет. Или у любого менеджера, который есть. Ну и сейчас, где его найти, спрашивает Ольга. На нашем сайте. Оль, давайте в конце. Вот пишите свои вопросы. И мы обязательно... Вот Анна нам написала, что ближайшая дата курса 22 июня. Идет в две части. По четыре академических часа. Подробнее, наверное, мы уже расскажем после окончания, чтобы не задерживать наших гостей. Мы все-таки, прежде всего, день карьеры рассчитан на то, что вы встретитесь с нашими гостями, обговорите с ними какие-то нюансы трудоустройства. Поэтому сейчас я предоставляю слово нашим гостям. И сейчас передам право управления экраном и презентацией Алексею. Сейчас я найду его в списке. Список у нас большой, много народу. ВТБ. Вижу, Катю вижу. Да-да-да, вот я смотрю по ВТБ. Катю вижу и вижу Ольгу ВТБ. Сейчас я вас найду тоже. Все, вижу. То есть вы переставили. Все, поняла. Алексей, принимайте, пожалуйста, право ведения презентации и предоставляем вам слово. Хорошо. Отлично. Так, видно хорошо? Презентацию видно? Да, прекрасно. Здравствуйте всем. Большое вам спасибо, что вы присоединились к этому вебинару. И я вам расскажу сегодня про ВТБ, про информационные технологии ВТБ, кого мы ищем, кого мы набираем, какие у нас требования к кандидатам. Вот. И в конце будет, соответственно, присоединиться моя коллега, расскажет чуть-чуть попродробнее про наши стажировки. И, соответственно, в самом конце будет возможность позадавать нам вопросы. Итак, что такое ВТБ? ВТБ на текущий момент времени – это большая группа компаний, которая включает в себя второй крупнейший банк страны, а именно ВТБ – это порядка 15 миллионов только розничных клиентов. Это почти 100 тысяч сотрудников во всей группе компаний. Это представительство в нескольких основных городах, то есть Москва, Петербург, Самара, Нижний Новгород, Тюмень, Хабаровск. Если брать отдельно IT-ВТБ, то на текущий момент времени – это 4,5 тысячи сотрудников, то есть достаточно много. Но при этом мы активно растем и развиваемся. К концу года планируем, что в информационных технологиях ВТБ будет уже 5,5 тысяч людей, то есть на тысячу в год мы где-то примерно прирастаем. Вот. Больше сотни только ключевых проектов в нашем портфеле вносим. Ну, вот здесь написано цифра 15 тысяч внедрений в год. На самом деле сейчас уже существенно больше. Мы в этом году перестроили нашу систему разработки достаточно сильно, и число этих внедрений резко растет. К концу года планируем вырасти до 15 тысяч внедрений в месяц. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся много чем. Цифровые коммуникации всех видов размеров, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность, интернет вещей и так далее, и так далее, и так далее. Все всякое разное вкусное, что есть на рынке, все это есть у нас. Так, ну вот про… давайте про стажировки чуть-чуть поподробнее моя коллега расскажет. Вот. Кого мы ищем? Мы ищем разработчиков. Основные наши стеки – это Java, JavaScript, .NET, JS. Мы ищем аналитиков всех видов форм и размеров, системные, бизнесовые. Мы ищем тестировщиков. Опять же, всех видов, начиная от ручных, автоматизированные. Там, в общем, все какие бывают руководители проектов, архитекторы. Смотрим людей как с начальных позиций, так и, в общем, до очень сильных, серьезных профессионалов. Все, естественно, все абсолютно белое, все официальное трудоустройство, хороший соцпакет, включая скидки на наши финансовые услуги, включая такой интересный вариант, как ипотека. Вот. Куча бонусов от наших партнеров. В общем, у нас хорошо. Приходите к нам. Передаю слово коллеге, которая расскажет вам чуть-чуть поподробнее про наши программы стажировок. Алексей, большое спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо, что подключились сегодня к нашему вебинару. Алексей, на самом деле, рассказал все самое вкусное и самое интересное. Я сейчас расскажу вам непосредственно про механику и про то, как вы можете стать частью нашей компании. Так, сейчас я подключаю непосредственно нашу презентацию. Так, друзья, скажите, пожалуйста, видно сейчас что-то? Да, видно, слайдшоу. Ага, все, да, пошло. Все, отлично. Итак, сразу оговорюсь, что у нас в компании есть стажировки по различным направлениям. С ними всеми вы можете ознакомиться на сайте WTB Career. Однако в данный момент у нас идет активное привлечение на две стажировки, и обе они проходят по направлению информационной технологии. Сейчас я о них вам и расскажу. Первая стажировка – это IT Junior. Эта стажировка проходит по семи направлениям, и это стажировка в блоке информационных технологий нашего банка. Направления вы можете видеть на экране, перечислять их, наверное, не буду. Итак, непосредственно, что представляет из себя эта стажировка? Начать, наверное, нужно с того, что эта стажировка длится 6 месяцев. Она предполагает занятость от 30 до 40 часов. То есть мы считаем, что она отлично подойдет для студентов, потому что позволяет совмещать и работу, и учебу, так как можно работать от 30 часов. Это стажировка предусмотрена для тех ребят, у которых есть базовые знания по направлениям, которые я показала на предыдущем слайде, и которые хотят уже начать работу по реальным проектам и посмотреть, как это все работает внутри крупной компании. Что предлагаем мы для наших ребят, для наших стажеров в рамках этой стажировки? Во-первых, как говорил Алексей, это официальное трудоустройство с первого дня. То есть каждый наш стажер становится нашим полноценным сотрудником, для которого предусмотрены все корпоративные преимущества, как и для любого другого сотрудника, в том числе ДМС. Помимо этого, мы предусматриваем достаточно конкурентоспособную заработную плату. И важно отметить, что у ребят на протяжении стажировки, в зависимости от их успехов, есть возможность претендовать на повышение заработной платы через 3 месяца после старта стажировки. То есть вся она длится 6 месяцев, и через 3 месяца у вас есть возможность пересмотреть условия и получить повышение. Затем, если вы успешно завершите стажировку, то у вас уже есть возможность попасть в штат и получить еще более выгодные условия. Далее, самые важные вехи по этой стажировке – это дата 23 июня, потому что это непосредственно дата, до которой вам нужно успеть подать заявку на нашем сайте. Как я уже сказала, стажировка длится 6 месяцев и стартует с 4 сентября. То есть мы ожидаем, что начиная с 4 сентября все ребята, которые пройдут на стажировку, будут готовы работать от 30 часов в неделю. То есть 30, 35, 40 – в целом это договаривается, обсуждается в каждом случае индивидуально, но не менее 30 часов работы мы от вас точно ждем, потому что проекты будут серьезные, проекты будут интересные. Далее, у нас также есть стажировка, которая называется IT-юниор в блоке ВТБ «Капитал». Это стажировка также в IT-департаменте, но в IT-департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ. На экране вы также можете видеть 7 направлений, по которым ребята могут проходить стажировку в нашем банке. Условия в целом точно такие же, как и в IT-юниоре, за исключением одного очень важного. Стажировка IT-капитал предполагает 12 месяцев прохождения стажировки и только полную занятость. Соответственно, если описать буквально в паре слов различия между стажировкой IT-юниор и IT-капитал, то первое – это направление работы, то есть если в случае с IT-юниором вы работаете в IT-департаменте банка ВТБ, то в случае с IT-капиталом вы работаете в IT-департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ. То есть это немного другая направленность. Во-вторых, стажировка IT-юниор продолжается 6 месяцев, стажировка IT-капитал – 12. И последнее различие – это занятость. Стажировка IT-юниор предполагает занятость от 30 до 40 часов в неделю, а стажировка IT-капитал – это только полная занятость. Что касается других условий, полиса официального трудоустройства, адаптационных программ, наставничества, то это все есть на обеих программах, и в этом условии одинаковые. Самые важные даты – это опять-таки 23 июня, так как подача заявок закрывается в один день по обеим стажировкам. И также, как я уже сказала, стажировка тоже начинается в сентябре, но длится уже не 6 месяцев, как IT-юниор, а 12. Итак, самое важное – это процесс отбора. Он на этих стажировках абсолютно одинаковый. Во-первых, вам нужно подать заявку на нашем сайте. Во-вторых, пройти телефонное интервью. И в-третьих, пройти тестирование по выбранному вами направлению. После этого вас ждет только собеседование с вашим будущим руководителем, после которого как раз будет приниматься решение о том, чтобы пригласить вас стать частью нашего банка. В целом, это все. Дело за малым. Нужно выбрать стажировку, выбрать направление и подать заявку. Если у вас есть желание принять участие в отборе на любую из наших стажировок, вы можете отсканировать QR-код на экране и перейти в раздел со стажировками и ознакомиться с подробными описаниями, в том числе с описаниями направлений. Если есть какие-то вопросы, их можно задать либо сейчас, либо написать мне на почту, которую вы видите на экране. Так, и здесь контакты Алексея. Коллеги, в целом рассказала все, что планировала. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Вы можете включить микрофон и голосом задавать вопрос. Так будет легче. Тот, кто написал уже... Вот, Ольга, вам удобно посмотреть в чате вопросы? Да, давайте попробуем. Пожалуйста. Коллеги, если у вас есть возможность озвучить, было бы здорово, потому что у меня очень-очень маленькое окошко, и вопросы почему-то плохо отображаются. Окошко можно растянуть. Попробуйте. Сейчас попробуем. Ну, хотите, я озвучу? Если удобно, да, будет здорово. Хорошо, давайте я начну тогда как бы с конца. Значит, Александр спрашивает, возраст от 45 лет рассматриваете? К сожалению, у нас на стажировку стажировка предусмотрена для начинающих специалистов, у которых практически нет опыта, и она предусматривает то, что участниками стажировки будут либо текущие студенты, либо совсем-совсем недавние выпускники. Спасибо. Если это... Одну секундочку. Если это вопрос просто про вакансии, то да, естественно, рассматриваем. У нас нет ограничений по возрасту. Спасибо. Еще один вопрос. Стажировка удалена, возможно? Смотрите, на данный момент мы рассматриваем возможность того, что какая-то первая часть стажировки пройдет удаленно просто из-за эпидемиологической ситуации. Но в целом все наши стажировки, все наши стажеры – это наши полноценные сотрудники, которые трудятся в команде наравне со всеми остальными нашими сотрудниками. Поэтому основной формат стажировки – это все-таки очно. Спасибо. Еще вопрос. По направлению 3D-моделирования к вам можно попасть? Не студент, но опыта мало. Так, на самом деле вопрос хороший. К сожалению, по направлениям не подскажу. Возможно, вам имеет смысл обратиться к нашему сайту и поподробнее изучить описание направлений. И вы найдете там что-то, что вас заинтересует. Спасибо. А Дмитрий вопрос. Какая зарплата на стажировки? И если удаленно, ну, удаленно мы сказали, какая зарплата на стажировки? Смотрите, и на одной, и на другой стажировки предусмотрена стартовая зарплата. Это 45 тысяч рублей. Это зарплата, которая есть у всех стажеров с самого начала. Затем, как я уже сказала, после прохождения половины стажировки самые, скажем так, самые продуктивные, самые яркие, самые трудолюбивые ребята получают возможность повысить свою заработную плату. И, соответственно, уже после окончания стажировки, если ребята будут приглашены в штат, то там условия будут еще более приятные. Но это все зависит уже непосредственно от успехов каждого конкретного стажера. Спасибо. Вот Мия задает такой вопрос. 40 часов – это полная неделя. С какой учебой можно совмещать? Ольга, может быть, у вас есть какой-то опыт с ваших студентов, которые 40 часов в неделю стажируются и совмещают это с учебой? На самом деле, давайте я еще разок поясню, что я рассказывала про две стажировки. Первая – это IT-юниор. Она предполагает занятость от 30 часов. То есть вот эта стажировка, как мы обычно считаем, она наиболее подходящая непосредственно для студентов. Что касается стажировки IT-капитал, то действительно она предусматривает полную занятость. Но, конечно, у нас есть ребята, которые продолжают обучаться и продолжают проходить нашу стажировку. Скорее всего, это более выгодный, наверное, вариант, для ребят, у которых учеба проходит вечером. Потому что все-таки полный рабочий день, работать и прогуливать пары – это не самый лучший вариант. Поэтому, если говорить о студентах, то я бы сказала, что стоит обратить внимание на стажировку IT-юниор, либо, если у вас есть возможность вечернего обучения, то на стажировку IT-капитал тоже можно податься и тоже на нее можно прийти. Спасибо. Анастасия спрашивает, планируете ли переводить сотрудников в перспективе на удаленную работу? Интересует отдел отчетности по РСБУ, МСФО? На самом деле вопрос хороший. Я думаю, что на данный момент у нас таких планов нет. Но, как я уже сказала, возможно, что первая часть стажировки пройдет удаленно. Но только первая часть. В основном мы пока все еще ориентируемся на очную работу, на взаимодействие с командой и на работу на месте. Поэтому пока таких планов, насколько я знаю, у нас нет. Спасибо. Еще один вопрос от Владимира. Если человек поменял профессию, и он не имеет опыта, то это уже не подходит под начинающего? Подходит. Но я обращаю ваше внимание на то, что важно на самом деле не то, где вы учились, а то, какой опыт у вас есть. Потому что в ходе отбора у вас будут тестирования по тому направлению, который вы выберете. Поэтому важно, чтобы в ходе этих тестирований вы могли показать знания. Поэтому даже если у вас, например, экономическое образование, но вы хотите развиваться в сфере IT, и вы сами действительно этим горите, и вы учились самостоятельно, и нарабатывали какие-то навыки, сможете их продемонстрировать, я думаю, что коллеги из IT-департамента будут рады вас также рассмотреть. Но важно принимать во внимание, что все-таки на этапах отбора базовые знания по выбранным направлениям нужно будет продемонстрировать. Обязательно. Спасибо. И очень похожий вопрос от Дмитрия. Я думаю, что вы уже ответили, но я на всякий случай его озвучу. Если я просто хочу сменить направление, ну, видимо, туда же, наверное, да? Да, вопрос примерно такой же. Если хотите сменить направление и приходить куда-то с нуля совсем без знаний, наверное, наши стажировки не совсем ваш формат. Если же вы горите каким-то конкретным направлением и изучали его самостоятельно, и у вас есть какие-то базовые навыки, которые вы можете продемонстрировать, то, конечно, дерзайте. Удачи вам. Спасибо. Вопрос от Константина. Он сейчас получает третье высшее образование. Он студент или нет? Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что имеет смысл откликнуться, но на всякий случай, чтобы не вводить в заплуждение, я попрошу написать мне на почту. Давайте я верну на следующий слайд, если у меня еще есть права. Да-да, про волосы. Нет, коллеги, можете, пожалуйста, пролистать. Вот, все, вернула, отлично. Можно написать мне на вот эту почту развернутый вопрос. Давайте я посоветуюсь коллегами, узнаю, и тогда точно смогу вам ответить, чтобы не вводить в заблуждение. Спасибо. Еще один вопрос. В какой форме подать заявку на стажировку? Есть ли бланк? Спрашивает Дмитрий. Подать заявку на нашу стажировку можно на нашем сайте. Вы видите сейчас и ссылку на наш сайт, и QR-код. Соответственно, если вы по нему перейдете, вы попадете в наш раздел стажировок. И там будет два варианта, куда сейчас открыт отбор. Это IT-юниор. Это первая стажировка, про которую я рассказывала, которая длится 6 месяцев. И вторая стажировка, она называется на сайте как ВТБ-юниор в головной организации. Вы можете, в соответствии с тем, какую стажировку вы выбрали, перейти на страничку этой конкретной стажировки и там откликнуться. Спасибо. И вот два вопроса от Татьяны. Она дважды написала. Первый вопрос звучит так. А есть предложения не в рамках IT? И второй вопрос. Вебинар День карьеры посвящен только IT или будут другие предложения? Спасибо. Да, отличный вопрос. Я еще раз оговорюсь, что у нас в компании очень-очень большое внимание уделяется молодым специалистам. Поэтому у нас есть стажировки по различным направлениям. С ними всеми можно ознакомиться по QR-коду, который вы опять-таки видите на экране. В рамках данного вебинара мы рассказывали только про различные возможности в сфере IT. Но если вы перейдете по ссылке, то вы увидите, что возможностей много и с ними можно ознакомиться также. Если вдруг будут какие-то вопросы, то можно написать мне на почту. Я либо сама вам отвечу про какую-то другую стажировку, либо перенаправлю вас к коллегам, которые занимаются набором именно туда. Спасибо. Дмитрий пишет, что QR-код не сканируется. Друзья, очень странно. Я проверяла его перед нашей презентацией. Но если вдруг у вас по каким-то причинам QR-код не сканируется, вы можете забить в поисковике WTB карьер. Это наш карьерный сайт. И там в разделе стажировок вы опять-таки сможете ознакомиться со всем, что у нас сейчас доступно для подачи заявки. Спасибо, Оль. А вы, вот пока мы общаемся, может быть мы скинем в чат ссылку на ваш сайт. Так будет проще, наверное. Коллеги, кстати, напишите, пожалуйста. Вот Александр пишет, что жидкий QR-код. То есть, видимо, у кого-то сканируется, у кого-то нет. Ну, на всякий случай. Так, и пока больше других вопросов нет. Но от Анны информации я попрошу... Ой, Ольга, спасибо большое. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста, на чат. В чат Ольга скинула ссылку на этот сайт. И вы можете, пожалуйста, воспользоваться. Вот. И много информации от Анны. Я, наверное, не буду читать. Просто, может быть, Анна включит микрофон и расскажет нам. Анна, да? Как вы считаете? Да, очень может быть и так. У меня есть конкретный пример человека, который был у меня на карьерной консультации. Я все-таки Ольге задам вопрос. Мужчина с огромным управленческим опытом, но ему 54. Он прошел у нас обучение по Data Science, там, два курса. Есть ли у него шанс к вам попасть на стажировку или на работу? Или это совсем не то, куда ему можно смотреть? Что касается стажировки, то у нас есть определенный формальный критерий, по которому мы оцениваем ребят, которые на нее подаются. Поэтому на стажировку на всякий случай лучше задать мне вопрос на почту. Я уточню, может быть, все-таки есть возможность. Но, насколько я знаю, все-таки мы смотрим на ребят, которые совсем-совсем недавно закончили обучение. Хорошо. Что касается работы в банке, я думаю, что, наверное, Алексей лучше ответит. Да, давайте я отвечу. Смотрите, если смотреть на ситуацию глобальную, у банка ВТБ нет совершенно никаких ограничений по возрасту кандидатов. Мы строго соблюдаем законодательство Российской Федерации. Это раз. Во-вторых, в общем-то, мы даже, наверное, любим возрастных кандидатов, потому что у них есть свои плюсы, и мы, в общем, умеем с ними работать и налаживать с ними работу. Но, естественно, будет вопрос в каждом конкретном кандидате, то есть, насколько он соответствует конкретной позиции. Хорошо. Это нас радует. Тогда про то, что я хотела рассказать для всех наших присутствующих про наш день карьеры. Значит, ближайшие... Анна, секунду, можно? Я прошу прощения, сейчас я предоставлю вам слово, но здесь есть два вопроса. От Андрея и от Александра. Давайте мы закончим эту серию вопросов-ответов, а потом послушаем информацию от Анны. Хорошо? Не против? Конечно, не против. Спасибо. Значит, Андрей спрашивает, после прохождения курсов в специалисте по направлению... возможно прохождение... по направлению, не написано по какому, возможно ли прохождение стажировки? Вот такой вопрос к нашим гостям. Тут нужно в каждом конкретном случае рассматривать, если я так прошу прощения, Ольга, правильно я понимаю? Извините, можете, пожалуйста, еще раз повторить вопрос? Мне кажется, я его не совсем поняла. Да, давайте еще раз. После прохождения курсов в специалисте по какому-то направлению определенному, возможно ли прохождение стажировки? То есть это не студент, но человек, который обучается у нас, в нашем центре. Если я правильно поняла, то здесь вопрос в том, что человек не недавний студент и не недавний выпускник, правильно? И, соответственно, не попадает в ту категорию, на которую обычно нацелены наши стажировки, правильно? Я поняла так. Да, смотрите, я на самом деле на этот вопрос уже отвечала, что все-таки стажировки нацелены именно на ребят, которые только-только вышли из университета, но давайте я, наверное, поясню, что у нас есть возможности для все-таки начинающих специалистов, которые не обязательно недавние выпускники. У нас есть IT-школы, по которым нет абсолютно никаких ограничений. Эти IT-школы как раз нацелены на то, чтобы дать возможность людям, которые совсем только начинают, скажем так, свой путь по мобильной разработке или, может быть, по направлению Java, и которые хотят получить настоящий реальный опыт. Вот у нас есть такие программы. О них единственное мы с Алексеем сегодня не рассказывали, потому что набор на них уже завершен. Но если такие вот вопросы, я слышу, возникают достаточно часто, друзья, я рекомендую вам перейти на наш сайт, который я скидывала в чатик, перейти на главную страничку и ознакомиться с разделом «Школы для IT-специалистов». Вот это точно ваш формат, он точно вам должен подойти и быть интересен, потому что если вкратце, то мы отбираем по нескольким направлениям, по 15 специалистов, которые только начинают свой путь в сфере IT, формируем из них группы, даем им интересные проекты и следим за тем, как они эти проекты реализуют вместе с нами. В основном это уже рабочие проекты, и, соответственно, после окончания этих школ ребята уже имеют возможность попасть сразу же к нам на работу. Поэтому здесь ограничений и каких-то формальных критериев намного меньше, и, возможно, имеет смысл ознакомиться именно с вот этой вот возможностью. Спасибо. Тут еще ряд вопросов. Да, можно задать? Например, Александр спрашивает, есть ли у вас стажировки по дизайну? Друзья, стажировки по дизайну – это хороший вопрос. Дело в том, что я в компании ВТБ занимаюсь курированием именно стажировок и школ по направлению информационной технологии. Я рекомендую вам ознакомиться с перечнем всех стажировок на нашем сайте. У нас есть такая стажировка, которая называется «ВТБ юниор головной организации». И обычно у нас там очень-очень большое количество направлений. Я думаю, что дизайн там тоже должен быть. Но точно не скажу, потому что это не совсем моя сфера компетенции. Спасибо. И Елена примерно такой же вопрос задает, только она пишет про стажировки по закупкам снабжения. Видимо, это туда же, да? Да, лучше все-таки ознакомиться с нашим сайтом. Если вдруг не сможете там разобраться, не сможете сориентироваться, то пишите мне на почту. Будем с вами вместе искать и уточнять. Спасибо. Сергей спрашивает, недавний выпускник – это как? Полгода назад получил диплом в специалисте? Ну, абсолютно точно. Наш кандидат относится к молодым специалистам. Для поля точной информации можно перейти на страничку конкретной стажировки. И там обычно, чтобы не было каких-то недопониманий, там обычно указаны все года выпуска, которые для данной стажировки мы считаем более-менее не то, чтобы полезными, а там перечислены года выпуска специалистов, для которых эта стажировка будет интереснее, и полезнее всего. Спасибо. Дмитрий пишет, что заполняет заявку. Какое подразделение выбрать для Java Junior? Или Java Junior? Видимо, в заявке надо какое-то подразделение указать, он не знает, какое. На самом деле, перед тем, как заполнять заявку, лучше все-таки ознакомиться со всеми направлениями, их 7 и по IT-юниору, и там есть подробное-подробное описание на несколько абзацев по каждому направлению, и также 7 направлений по IT-капиталу. Поэтому я рекомендую пройти, почитать, ознакомиться с каждым направлением и понять, где именно именно то, что интересует нашего кандидата, можно найти. Спасибо. PHP, спрашивает Сергей, специалистов рассматриваете, или только Java? Java. PHP, это не наш целевой стэк, есть очень мало, вакансии есть, но очень мало, очень редко бывает. Основной, это все-таки Java, JavaScript, крипт, тот на это. Угу. Здравствуйте. Спасибо. Андрей пишет, спасибо, он посмотрит контакты школ. Петр пишет, будет ли запись в инваре, так ли она? Будет, да, все правильно будет. Валентин пишет, подойдет ли для резюме Screen Linkin, или нужно составлять документ? На самом деле, мы обычно рекомендуем резюме в каком-то стандартном формате, например, как сатхантера, потому что все-таки это то, что нашим коллегам проще всего оценивать, где обычно есть вся информация. Но в целом, можете приложить и в таком формате резюме, и мы затем, если нам понадобится более подробная информация, с вами свяжемся и запросим. Валентин спрашивает, или ссылка, например, да, скрин или ссылка, ссылка подойдет? Лучше всего проверить формат, в котором можно загружать файл. Если он позволяет загружать подойдет по ссылке, туда, конечно, можно и ссылку. Спасибо. Вопрос от Дмитрия. Набирают москвичей или можно из области? Можно из любого города. Важно только понимать, что сама стажировка, точнее, сами стажировки территориально проходят в Москве. Спасибо. Татьяна спрашивает, рассматриваются ли административные должности? Рассматриваются только по немного другим направлениям стажировки. То есть, это опять в тему того, что лучше ознакомиться с полным перечнем. Он у нас просто действительно очень-очень обширный, и стажировки там можно найти на любой вкус. Знаю точно, что административные должности там точно есть, просто нужно поподробнее ознакомиться и посмотреть, где именно и когда на них осуществляется отбор. Спасибо. Александр, дизайна нет, во всяком случае, пролистал все стажировки. Но я думаю, что, Александр, вы можете обратиться тогда по номеру, который Ольга указала, и уже в индивидуальном порядке она вам поможет. Я думаю, что сейчас мы не будем искать. Анастасия пишет, есть ли вакансии в отчетности для ЦБ для уже опытного сотрудника? На самом деле, то, что касается уже опытных сотрудников, то это, наверное, немножко другой раздел. То есть вы тоже можете ознакомиться со всеми открытыми вакансиями на нашем сайте ВТБ Карьер, просто это уже немного не сфера стажировок. Поэтому тут нужно активно изучать наш сайт, активно изучать нашу страничку на Ходхантере и смотреть, какие вакансии где открыты. К сожалению, информации прямо обо всех всех открытых вакансиях не располагаем. Спасибо. Тут идут благодарность наших слушателей и про запись вебинара на почту. Но я думаю, что об этом уже расскажет нам Анна. Если есть еще какие-то вопросы к нашим гостям по вот этой информации про стажировки и так далее, вакансии, пожалуйста, задавайте. Если нет, тогда поблагодарим наших гостей, вот благодарят нас. Смотрите в чате. Спасибо, спасибо, пишут. И я предоставляю слово нашему организатору и руководителю службы трудоустройства Анне. Анна, прошу. Да, спасибо большое, Ольга Юрьевна. Спасибо выступающим. Очень здорово, что вы вдохновили наших слушателей и на участников мероприятия обращаться к вам. Я хочу только уточнить для себя, для себя, для вас. У вас есть направление стажировок и есть направление еще и школ. Есть студенты, которые выпускники вузов, это обычно там 22-23 года, и есть выпускники, скажем так, наших курсов, которые переквалифицируются. Они для нас тоже могут быть студентами, и вы их тоже рассматриваете. И для них тоже может быть и стажировка, если только закончили курсы и совсем мало опыта, но много теоретических знаний, или это может быть школа, которая у вас собственно на сайте есть. И, наверное, на следующий раз, когда я приглашу вас участвовать, более подробно попрошу вас рассказывать о школах, которые у вас есть. Такой крючок в будущее. Я думаю, что, наверное, все-таки если ребята не недавние выпускники и не собираются просто впервые начинать свою карьеру в первой своей жизни компании, а у них есть уже какой-то опыт, просто они переквалифицировались, я думаю, что все-таки для них более подходящий вариант это школы, потому что они изначально создавались для тех людей, которые горят каким-то конкретным направлением, очень хотят в нем развиваться, но, возможно, они сменили уже две или три специальности и просто поняли, что это их. То есть школы предусматривают и обучение, это около 30% самих дополнительно чему-то научиться и 70% это уже непосредственно работа над реальными проектами, чтобы наши, как мы их называем, школьники, но на самом деле это уже полноценные специалисты, потому что они работают полный рабочий день, чтобы они после окончания вот этой так называемой стажировки могли уже прийти к нам в штат и стать школьной программой. Получается, что для тех, кто учился у нас, одна из лучших задач это идти к вашей школе, то есть они уже имеют опыт работы, человек, имеющий опыт работы вообще в принципе, но не имеет опыта работы по данной конкретной специальности, только начинает в ней развиваться, по данной профессии, идет в школу. Спасибо, я теперь всех, кто будет к нам приходить, буду направлять не на стажировки на ваши, а в ваши школы. и так, собственно, наша служба трудоустройства учебного центра специалистов создана с целью как раз помогать встречаться работодателям и нашим выпускникам. Мы проводим дни карьеры и с июня месяца два раза в месяц мы будем проводить дни карьеры. Мы проводим курс технологии трудоустройства, где как раз подробно Ольга Юрьевна, которая сегодня выступала, рассказывала в нашем центре, она рассказывает о том, каким образом написать сопроводительное письмо, как выстроить цели, куда я хочу. Мы послушали и Алексея, и Ольгу, им часто звучала такая мысль, что если у вас горят глаза, вот это вот горят глаза, это и есть ваша цель, что вы хотите развиваться, хотите идти в ту или иную профессию, узнаете о ней больше и умеете себя спозиционировать и представить работодателю в нужном полезном для него виде. Вот тут тоже такой маленький лайфхак, который Ольга сказала, лучше присылать хронологическое, более-менее стандартном виде резюме, похожее на HeadHunter. Это рекрутерам облегчит работу в восприятии информации, а для вас это будет, и для них, для рекрутеров, это будет проще коммуникация. Да, мы как сотрудники, соискатели, мы хотим, чтобы та сторона, кто будет читать наше резюме, они нас поняли, в чем мы сильны, как мы сильны, что мы хотим от своей работы или там от будущей работы. И после курса технологии трудоустройства я приглашаю всех, и всех наших выпускников, независимо от курса, приглашаю всех на индивидуальную карьерную консультацию, где мы уже конкретно с вашим резюме и с вашей историей жизни и работы разбираемся и смотрим, куда же можно смотреть, в какую сторону. Бывает такое, что многие профессии умирают, видоизменяются и приходится переучиваться. Такая технология всю жизнь учись и всю жизнь будешь новичком. обучение длиною в жизнь. Вот, собственно, такая история у нас с трудоустройством и со службой занятости, которая у нас при центре работает. Также мы сейчас открыли, буквально неделю назад мы открыли в разделе карьера, трудоустройства вакансии наших коллег. Я надеюсь, что и Ольга, и Алексей помогут мне разместить большинство интересных вакансий и про стажировки, и про школы, и у нас на сайте тоже. И в скором времени вы сможете и у нас на сайте увидеть о шикарных возможностях работать в крупнейшем российском банке, стабильном, на мой взгляд, и достаточно современном и активно развивающемся. Вот такая история в конце от меня для всех участников. Есть ли какие-нибудь вопросы, пожелания? Анна, большое спасибо. Я предлагаю сделать так, поскольку у нас время уже стекло, сейчас я попрощаюсь официально. Те, кому нужно куда-то бежать и так далее, можете отключаться. Те, кто написал вопросы, пожалуйста, можете задержаться еще на 5-10 минут, и мы вместе с Анной, ну и может быть, Ольга с Алексеем тоже поотвечаем на ваши вопросы. Хорошо? Потому что нам надо просто вовремя закончить нашу трансляцию. Здесь много вопросов обязательно мы сейчас ответим на них. Обратите внимание, что при обучении, при любом обучении, можно обучаться даже бесплатно, потому что иногда за учебу готов платить работодатель. Это, кстати, тоже очень важная вещь, имеете в виду. И специалист, который повышает свою квалификацию, стоит на 15-20% дороже на рынке. Кроме того, можно обучаться у нас с большими скидками. Например, если вы будете участвовать в наших конкурсах. Ссылка на конкурс тоже будет у вас в вашем, в вашей презентации и вы можете написать и свою историю успеха или отзыв месяца выиграть какой-то очень хорошей скидкой. Ну а сейчас у кого-то, да, мы сейчас ответим на все вопросы. у кого-то включен микрофон и я с вашего, да, позволение все в порядке. Давайте делаем так, я с вами прощаюсь, мы с вами прощаемся и сейчас пройдемся по вашим вопросам и ответим на все ваши вопросы, чтобы было структурировано, я, наверное, буду читать, да, а она будет отвечать, ну или я буду отвечать, если я знаю, если этот вопрос будет адресован нашим гостям, значит, наш гости тоже ответит. Хорошо? Все, спасибо большое, официально пока мы с вами прощаемся и я отключаю